И снова здравствуйте друзья, с вами программа на самом деле, а с программой на самом деле Алексей Валерьевич Журавка, человек который пристально взглядывается вдаль, видит и слышит многое из того, что нам не видно, не слышно и не совсем понятно. Я имею ввиду украинскую даль, а там события происходят такие яркие и интересные, куда там тому Булгакову, он даже представить себе не мог эти собачьи сердца, бьющиеся в грудной клетке Петра Алексеевича Порошенко и его соратников. Алексей Валерьевич, приветствую. Привет. Ну вот вчерашняя новость, Андрей Деркач выложил очередную порцию разговора с Байденом, разговора с президентом Российской Федерации, абсолютно такой хихикающий русскоязычный Петр Алексеевич, который поздравляет с днем солидарности трудящихся Владимира Владимировича. И все это на фоне той лютой ненависти, которая демонстрировалась украинскому населению, рассказы о прощании немытой России и про Путин агрессор, и будь он проклят, и все на свете. Я просто помню то все, и вот слушая эти записи, у меня, честно говоря, мои кучерявые волосы распрямлялись и стояли дыбом наэлектризованное. Сергей, конечно же, для меня, как для политика, страшно, что Украина превращается, ну, в террористов. Следующее. Эти записи говорят о том, что Петро Алексеевич Порошенко, как президент Украины, якобы, я его никогда не считал президентом Украины, он является главным террористом. Россия должна возбудить уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его команды, так как он подтвердил, что он есть террорист, номер один под государственным флагом Украины. Мне печально. Что касается Владимира Владимировича Путина, мне абсолютно понравилось, как он вел разговор. Многие обратили внимание на то, что я тебя обнимаю, на то, что там руку жму. А что оставалось Владимиру Владимировичу говорить, когда он прекрасно понимал, что он государственное лицо Российской Федерации, и он не мог срываться. Ну, а вот теперь второй вопрос. Как эти записи попали? Это есть? Есть момент. Второе. Хорошо, что Деркач их обнародовал, чтобы все видели, какой подлый, непорядочный человек Порошенко. Чтоб Европа видела, с кем она имела дело. С террористом. Я считаю, что сегодня и Европа должна возбудить уголовные дела в отношении Петра Порошенко. И рано или поздно все станет явным. Вы знаете, я не удивлюсь, если еще записи и дальше будут идти и обнародованы. Я этому не удивлюсь. Ведь это плоды Сергея Майдана 2014 года. А вы, народ украинский, знайте, кто приходит с помощью переворотов. Либо фашисты, либо маргиналы, либо убийцы. Ты знаешь, я хочу продолжить тему непосредственно вот этой записи, когда он разговаривал с Байденом. Ведь он подтвердил, что Порошенко есть террорист. Эта запись подтвердила номер один. Но вокруг Порошенко. Это Турчинов, это Яценюк. Это все те, кто получили власть. Кто управлял министерствами. Я их не разделяю. Они все террористы и убийцы. Вот этот список должен быть обнародован. Ведь они убивали Донбасс. Они продолжают убивать. Кстати, Зеленский сегодня на эти записи не отвечает. Это его большая беда. И трагедия. Если он не ответит, поверь мне, может так произойти, что Порошенко обратно вернется. Но Зеленского уже втянули в войну, в пролитие крови. И у него руки уже обмазаны в крови. Это факт. И эти записи о многом говорят. Мало того, Россия получила столько подлостей и пощечин от так называемых друзей европейцев, американцев, друзей. Это обозначает, что Европа и Америка все время врала всему земному шарику, не только Путину. Я хочу сказать, что на сегодняшний день нельзя верить ни американцам, ни Европе. Я все-таки оказался прав. И да, самое страшное, Сергей, эти записи уничтожили окончательно Украину. И не только эти и другие. Знаешь почему? А кто с такой страной будет теперь вести какие-то либо переговоры, если все везде течет? Ведь во всех странах существуют секреты. И так пользоваться этим бездаром, это просто-напросто полный конец. Мне жаль, конечно же, народ Украины. Мне жаль, что народ поверил брехливым заокеанским партнерам, которые унизили, растоптали институт президентства, институт парламентизма и само государство. Вот почему у меня формируется мнение, что Украину доразвалят до конца и что Украину ведут как клин против России и до сих пор. Без вмешательства этот весь бардак и развал не остановить. И война, кстати, на Донбассе будет дальше продолжаться. Это видно с этих пленок, потому что видно, как принимаются решения сегодня в Украине. Сегодня видно, что Порошенко продал интересы государства, унизил Конституцию, явный террорист и убийца, а над ним меч, кладенец справедливого суда не работает. Да, Сергей? Алексей Валерьевич, ну вот Зеленский показал себя безропотным ведомым продолжателем дела Петра Алексеевича Порошенко. Говорить можно все, что угодно, делать пакости и подлости. И вот когда я услышал на пленках Порошенко Байден о том, что Байден осаживает Петра Алексеевича и говорит, твои придурки качественно теракты в Крыму провести все равно не смогут, вы спалитесь и нас подставите, вот это меня больше всего убило. Если бы Байден не осадил Порошенко инициативного, то в Крыму у меня могло произойти все, что угодно. И здесь тогда вопрос, а почему не осадил Обама или тот же Байден Порошенко, когда он что-то подобное предлагал и реализовал в небе над Донбассом, мы же помним июль и MH17. Сергей, это все звенья одной цепи. Курирует преступное государство, это Америка, где является оплот всех маргинальных людей террористов, это Америка. Вот и Америка сделала, что вы тогда хотите, вот она, Америка, и выбрала человека, который может врать, который может по человеческим костям ходить, человек, который может играть дурочку, как я называю, она и выбрала Порошенко, потому что он может пойти на поступки, независимо от того, что кровь не на руках или нет, да, вот поэтому это все произошло, просто топорно было все сделано. Ну и давай посмотрим, сегодня то попытки для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму есть, ведь ФСБ сегодня ловит этих преступников, террористов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и унести побольше жизни, как говорится, ведь сегодня эту линию продолжает Зеленский, он-то выполняет, просто до какой отметки дойдет Зеленский, мы уже видим, что Минск фактически все, конец ему, а пушки то рохотают, а смерти то идут, а в данный момент две стороны страдают, две стороны это Донецк и сама Украина, в данный момент эти пленки говорят, что нету никакого конфликта между Украиной и Россией, эти все записи подтвердили, что идет гражданская война, и все это надумано, и это уже надо поставить точку, вот к чему дальше придет Украина, вот над этим надо задуматься, потому что после того, как фактически реализировали Минские соглашения, это уже понятно, что Украина готовится к новым определенным агрессивным действиям, и вы посмотрите, Украине везде педалируют ситуацию, что это все фейки, за этим стоят спецслужбы ФСБ, РУ, кто там технологии стоят, и все остальное, но сегодня эти пленки на Украине аж никак не сказываются, они только сказываются на тех людях, которые умеют анализировать, которые делают выводы, вот теперь и понятно, почему такие, как я в Украине не нужны, почему такие, как ты не нужны, тебя не пускают в Украину, и другие, почему там они открыли политические тюрмы, почему они сегодня с Украины делают гетто, для того, чтобы вырастить, будем говорить, пущенное мясо, которое должно пойти на войну, спровоцировать, эти пленки показывают, что риторика и дальше будет продолжаться в Украине агрессивная, я не верю абсолютно уже никаким сказкам, ни Меркель, ни Франции, ни Америки, будет какое-то залаживание, оттяжка какая-то будет, а манипуляция и взращивание злобных карликов против России, она и будет дальше продолжаться, вот что я хочу сказать, для меня Порошенко это убийца, он должен сидеть в тюрьме, я больше скажу, если бы у меня была возможность таким как я без руки без ноги со своей тачки добраться до горла этой жирной свиньи Порошенко, я бы его лично сам задушил, поверьте мне, он продолжает унижать страну, манипулировать, унижать людей, мало того, еще и на реванш идет, и это страшно, с нациками идет на реванш. Алексей Валерьевич, ну вот самое интересное, что ни украинские граждане, ни американские граждане никак не отреагируют на разговоры Байдена и Порошенко, где кандидат в президенты США прямым текстом признается, что он ведет переговоры с террористом и направляет его террористическую деятельность где-то осаживая. Украинское население в своем большинстве и так все понимают многие, но молчат и никогда рот не откроют. А те, кто упоротые, им хоть все равно будет божья роса, и они все равно будут любить Петра Алексеевича, любить Байдена, Америку, Европу, и хоть ты им кол на голове тиши. Это люди, которые выключены из нормальных логических цепочек, из любых. Сергей, понимаешь? Давай посмотрим правде в глаза. Американцы почему-то в тылу России работают. Они сегодня распространяют в социальных сетях, они распространяют газеты о счастливой демократии. Но под демократией кроется беда, смерть и трагедия. Да? Так же само в Украине. Они сегодня курируют полностью власть. Мало того, у них все социальные сети открыты, у них вся письменность открытая, газеты и телевидение и так далее. А кто с нашей стороны там работает? У меня вопрос. Ну вот я шесть бьюсь. Приведу тебе живой пример. Неделю назад я связался с человеком. Я говорю, слушай, ты там интересную группу открыл. Запусти меня. А он мне говорит, Алексей, только твоя физиономия у нас появляется, у меня тут же СБУ. Мало того, у меня проблемы большие. Ты извини, я не могу. Как искать альтернативу? Ты думаешь, почему я зашел в телеграм-канал? Мне не все нравится в телеграм-канале. Не потому что, потому что там много мусора. И телеграм-канал, он работает по принципу краткая информация. Люди не вчитываются. Это как бы второе зомбирование взрослым. Что надо читать? Булгакова, Пушкина, Лермонтова? Тогда больше серого вещества появляется в голове. А что ты хочешь, если там все преподносится краткими фразами или одним тезисом? И куда мы дойдем до этого? Поэтому я считаю и остаюсь на своем мнении, что надо работать как американцы. Нельзя своих бросать. Ведь Порошенко сегодня не посадят. Тручинова не посадят. Я за сто голову готов положить. Потому что Порошенко еще недоигранная финдиклюшка, игрушка. Все деньги находятся на западных счетах. Поэтому они будут держаться, держать его до последнего. Эта карта должна еще выстрелить. Она еще не использована. Вот и все. А мы же должны занять свою позицию. Все объединиться независимо. вот мне там пишут да нафига тебе этот фейсбук. Я говорю ребят не уходите. Я вас очень прошу. Многие здравомыслящие берут и уходят с фейсбука в телеграм. Я говорю не надо вас банят вы боритесь. Не надо этого делать. Надо идти вперед. Надо доносить смысл. Но надо еще другую группу формировать. Это будем говорить институт по Украине который должен разрабатывать планы действия выращивать государственных мужей. Потому что рано или поздно все это развалится а его надо восстанавливать. а как можно восстанавливать с помощью умных профессиональных людей. Надо возвращать книги. Надо возвращать историю туда в Украину потому что она заражена. Надо восстанавливать памятники заводы фабрики потому что там люди живут. Понимаешь и это все кому-то надо. А фактически мы повторяем всю ту же самую историю и цикл по спиралевидному процессу надо понимаешь на ошибках учиться. Вот это мое мнение. А вот таких негодяев как Порошенко надо пресекать сразу. Понимаешь я тебе повторюсь я жестко относился к либералам к них ценностям. Вот этих которых безмозглых идиотов приглашают на телевидение я бы их тупо бы всадил. Тупо ликвидировал все эти НКО которые разрушают как червь бьют по мозгам и вызывают раковую болезнь. И человек начинает страдать. От его страданий страдают другие люди. Вот этого я боюсь. Вот поэтому я 7 лет стучу. Да ты сказал там я рак отшейник стал. Нет у меня сегодня ни машины ни выезжай никуда. дней сижу в квартире. Ничего страшного. Есть чем заниматься. Надо бороться. За жизнь. Пусть она у меня будет короткая. Но тем не менее я борюсь за жизнь. Вот я призываю своих украинцев ищите меня. Ищите Сергея Михайловича. Ищите других нормальных адекватных людей. Считайте их. Вдумайтесь и старайтесь биться за эту жизнь. Неужели я без руки без ноги потерял все на сегодняшний день. Борюсь за эту жизнь. А вас убивают. Над вами приводят геноцид. И так далее. Вот я опубликовал документы Сергея хорошие о биологических лабораториях. Все видели? Зайдите посмотрите. Каждая лаборатория минимум 2 миллиона стоит долларов. Но это ваши деньги. Вместо того, чтобы построить хорошую больницу, над вами как над кроликами издеваются. Грубо говоря, бензином обливают. И медленно-медленно поджигают. А ты бежишь и пытаешься от огня спастись. Нет. Это каждого коснется в Украине. Еще боль, горе человеческое и слезы еще не все истекли. Вот американцы делают пока все стечет. А потом извините пожалуйста, но мы не смогли и. Алексей Валерьевич, заканчивая эфир, не могу своей болью и злостью не поделиться. Смотри, сербских добровольцев, сражавшихся на стороне восставшего Донбасса, Сербия требует, чтобы Россия арестовывала и для суда и лишения свободы отправляла в Сербию. В это же время, прямо сейчас на улицах Белграда происходят события, где там кто не скачет, тот вучить и все остальное прочее. И там находится огромная группа диверсантов, воежеров из Украины. То есть против сербского государства украинцы по приказу Соросов, не Соросов, не важно кого, шатают Белград и другие уже города. И сербская власть ничего против этого не делает. Казахи, которые наши друзья-братья, точно так же требуют по запросу русских ребят, граждан Казахстана из России, депортировать в тюрьму Казахстана. А в это же время у них, у казахов работают такие же лаборатории, которые работают в Грузии и на Украине, биологически американские, и ничего, все хорошо, все можно, то есть деньги не пахнут. Сергей, дело в том, что они получат все то же самое, что получила Украина. Это, как говорится, то добро американское выходит злом. Понимаешь, американцы должны всегда иметь какое-то влияние, и через определенное время они показывают, ребят, не зажирайтесь, иначе к вам с Украины приедут. Вот и Сербия сегодня получает. А то, что касается ополченцев, людей, которые готовы были отдать жизнь, и многие как бы отдали жизнь, конечно, спасибо им и низкий поклон. Конечно же, Россия не должна их выдавать, потому что все-таки это человеческие судьбы. Я понимаю, что среди них есть и преступники, но это человеческие судьбы. Если это преступник, и он воевал там, защищал землю, пусть лучше отсидеть здесь в тюрьме, но не там, понимаешь, потому что должна все-таки быть справедливость, и везде, когда сыр бывает бесплатно в мышеловке, ты знаешь, чем заканчивается для мыши, да, мышеловки, она умирает. Так же самое и здесь, ведь Сербия получает те конфетки, пирожки, типа от Нуланд, как Украина получила, там, где яд, смерть, растущие города мертвых, разруха государства, и, как правило, заканчивается, ну, окончанием государства, что по большому счету Америка и сделала, ведь уже больше, больше Советского Союза нет. Это печально. А мы ведь жили в Советском Союзе как сильные, как противостояние злу, мы друг друга ценили, уважали, разные языки любили. Вот это наша беда. Вот нам надо всем приобрести по новой совести, переосмыслить и объединяться между собой, не выискивать блох, кто там как Путин неправильно ответил, почему он разговаривал так с этим Порошенко, либо с Зеленским, этого не надо делать, нормальный, грамотный политик, он должен себя так вести. Вы представьте себе, если бы я был народным депутатом, и я бы на сегодняшний день разговаривал либо с Жириновским, либо еще с кем-то там с политиков государственного уровня, хамски, как бы я выглядел, вот с этого хотя бы начать. Я понимаю, что это кровь, трагедия, Донбасс страдает, я это понимаю, но я и тоже страдаю. Так же само вы думаете, Путин не страдает? Вы думаете, у него нету сердца? Да то, как он себя вел с ним, отдайте должное, что бы там не было, бабки это самое последнее дело. А вот посмотрите на совесть, на силу, на 90-е года, которые были, посмотрите, в каких руинах после разрухи жили, вспомните, что было с Чечней, вспомните, что было с Грузией, с Акашвили, вспомните. А сегодня принять резкое какое-то движение, тупое, дебильное, может привести к миллионам жертвам. Вы не забывайте, сегодня 21-й век, не забывайте, что у каждых стран есть ядерная ракетка, как я называю, и с этим шутить нельзя. Нельзя, чтобы правил тупой, как у нас в Украине президент Порошенко, тупой, алчный. И что война, смерти, разруха. Знаете, я хочу сказать так, Сергей, берегите и цените то, что было построено не вами, и то, что было вашим уже поколением сделано. Лучше приумножайте, помогайте, и служите своей конституции и законам. Я вот сделал ролик про Белоруссию, ты же смотрел, да, какой? Всегда надо опираться конституционным нормам, законом. Это мое личное мнение. Я никому не хочу, как мной, я говорю, ты там лижешь, ты там еще что-то делаешь. Нет, я рассуждаю по совести. Я помню, как меня детский дом воспитывал. Я знаю, кто такой директор, кто такой завуч. Для меня это был и мать, и отец, и тот же президент. Как бы мы не хотели, и я уважал своего директора. И если нормы, законы у нас внутри действовали детского дома, значит, я должен любить и ценить, где я живу, а не гадят, как подлец тут. А вот Порошенко это подлец, мерзость и негодяй. Вот мое слово окончательное. И что я хотел тебе сказать. Поэтому я люблю всех. Всем желаю здоровья, счастья и надеюсь побольше послушать этот эфир. Алексей Владимирович, спасибо огромнейшее. Понимаю эмоции, все прекрасно понимаю. Ну, надеюсь, конечно, на то, что из того, что сейчас находится на Украине, потом со временем выйдет какой-то толк. Людей жалко, искренне жалко, нелюдей совершенно не жалко и правильно ты говоришь, что с ними необходимо делать. Ну, Бог даст, все это мы с ними и сделаем. Я никому не угрожаю, я просто говорю, что справедливость есть и она должна торжествовать при любых обстоятельствах. Спасибо большое. Всему свое время, как говорится, и добро победит зло. Я уверен. Да, как говорил Николя Баба в фильме ДНБ, жахнем, обязательно жахнем, но попозже весь мир в труху. Вот, весь мир в труху мы превращать не будем, но кое-кого поймаем и, в общем, в труху превратим однозначно. Особенно этих Буратин и Петрушек. Всего доброго, до свидания. До свидания. Итак, Алексей Журавка был гостем нашей программы. Всем вам спасибо за внимание, хороших выходных и до скорой встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова